Почему в Латвии на кладбище проводят праздник, а вечером, после праздника, собираются на бал, пьют и танцуют? Привет, друзья! С вами Зажигалочка! Сегодня в Латвии праздник на кладбище, которое называется Капу Сладкий. И латыши обычно украшают могилы к этому празднику, а также везут для родственников цветы из дому или покупают. Мы везем от мамы вот такие желтые цветочки. Там у нее похоронена мама и ее муж, мой папа, моя бабушка. Поэтому мы повезем на кладбище сегодня. Когда мама в окне? Мама в окне провожает нас. Она всегда перекрещивает нас в дорогах. Она будет поминать в час. Она уже приготовила бальзамчик, зажгла свечечку, будет поминать всех усопших родственников. Мы приехали на кладбище Вистенлея в приходе Праулина. Это бывшее лоздунское лютеранское кладбище. Мы на семейном кладбище Лидии, которое называется Вистенлея. Люди встречаются здесь раз в год, помянуть родственников и попраздновать встречу. Сегодня идем на могильный праздник на кладбище Вистенлея в Мадоннском краю Латвии. Могильный праздник – это особая праздничная традиция на латвийских кладбищах в июле и августе, чтобы собраться на кладбище, вспомнить усопших, встретиться с ближними и дальними родственниками и друзьями. Визуга Визуга Продолжение следует... 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 «накормить души», по-латышски «мелодвейсерос». Упоминалось, что латыши хоронят умерших на лесных полях и других неосвещенных местах, где похоронены их родители и друзья. Еще в 1839 году на склонах Голубой горы, по-латышски «The Lies Counts», состоялось тайное захоронение умерших. Первоизвестия о христианском могильном празднике сохранились с 1831 года, когда его отмечали на Кримулском кладбище, и с того времени традиция распространялась. А теперь могильный праздник отмечается регулярно и почти во всех местах Латвии. Могильные праздники приобрели большую популярность после подавления революции 1905 года. В 1911 году лютеранский пастор, писатель и политик Андреев Снедра устроил большие похороны в приходе Ветолова. Как хороший проповедник, он привлекал на похороны большие толпы, а как литератор писал соответствующие произведения на темы кладбища, смерти и вечности, которые тронули сердца простых слушателей. Медра также точно восполнял характерные особенности латышей – собираться и отмечать праздники на открытом воздухе. И кладбище очень хорошо соответствовало этой традиции. Нынешнее кладбище в Истинлее когда-то было местом захоронения дворян поместья Прауллиена. В 1782 году здесь уже была часовня. Это 18-вековое здание включено в список памятников архитектуры из-за строительного объема, планировки, фасада и остатков деревянных карнизов. Кладбищенский колокол все еще находится в башне. Здание было недавно отремонтировано. Какая-то старая храма здесь? Я не знаю, мы должны узнать. Это 18-вековое здание. 18-вековое здание. Нашли тут с 1872 года. Но тут однозначно есть и более старый. Это дерево уже охраняется государством. Это лиственница, вот такой зеленый значок. И место называется Каплыча по-латышски, но где обычно хранят покойников до похорон. Там также устраиваются церемонии похорон в этом здании. Обычно был праздник здесь, перед этим зданием, но в этом году перенесли ближе туда, к воротам кладбища наверху. В час начнется церемония сегодня. Рассматривая этот памятник архитектуры, на кладбище мы встретили моего старого знакомого Иманта Гайлоидеса и спросили его, не знают ли он, где самая старая захорониня. Он взялся нам показать одну из них. Что ты мне рассказал? Нет, нет, это есть. Что это? Это был макинка. Да. Вековая капс. Это все израксты. Сейчас уже нет, я не знаю, что я уже из родителей. А, и это... У меня уже есть. Куршгатс, пастастаст. Он не знал. Поймите на стол. Иманц, грандфадер, который был из этого места. Это близко. Я уже не знаю, что я уже не знаю. Он уже не знаю. рассматривая самые старые могилы на кладбище мы попали в дождь рейнер а вероятно все все я все все да все Ари, да. Ари, да. Ари, да. Un tā mēs sajūtam šo mužīgās dzīvības pieskārienu. Un kas no gāra dzīmis ir gars. Nebrīnies, kas tev esmu sacījis, tev jāpiedzimst no augšienes. Vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņa pūšām, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kur viņš iet. Tāpat ir arī kvienu, kas piedzimis no gāra. Nikodēms atbildēja un viņam sacīja, kā tas var notikt. Jēzus atbildēja un viņam sacīja, tu esi Izrēla mācītājs un to nezini. Patiesi, patiesi, es tev saku. Jājūs neticat, kad es jums stāstu par zemes lietām, kā jūs ticēsīt, kad es jums stāstīšu par debes lietām. Pērīd s kamca iunia do начала zentiebrija, po выходным дняm, ļuteranckie katolickie приходы различных регионов Latvijai объявляют могильные праздники. Na kladbišah i v cerkvях выvēšavutsi objavlīgi. Jak правilo, могильный праздник проводится в один день, только для каждой конфессии в разный час, а в конце проводится светский вариант. Но есть кладбище, где католические лютеранские могильные праздники проводятся каждая в свой день. Поскольку в советское время захоронения смешались, и людей, принадлежавших к разным конфессиям, хоронили на одном кладбище, то на традиционно лютеранских кладбищах проводятся как католические, так и православные и другие церемонии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Возле могил ставят вазы с цветами, свечи, насыпают свежий песок, пересаживают цветы, подстригают кусты. Субтитры создавал DimaTorzok В назначенный день на приходском кладбище собираются родственники, друзья и соседи усопшего из разных уголков Латвии, даже из-за границы. После церемонии на кладбище родственники продолжают общение и поминки за обедом прямо на кладбище или у кого-то дома, а вечером все собираются на зеленый бал, зале Бау, чтобы повеселиться и потанцевать. Правда, традиция таких балов понемногу отмирают, то ли из-за оттока населения из села, то ли по какой-то другой причине. Мик считает, что это очень уникальная традиция, подгребать могилы. Он говорит, что я думаю, что латыши делают это для того, чтобы знать, приходила ли душа на их могилу. Я думаю, что латыши делают это для того, чтобы знать, что какой-то дух был на земле. После образования современной Латвии традиция летних могильных праздников, из Витзема распространилась и на другие культурно-исторические регионы Латвии, где, однако, никогда не достигала такого размаха и народной поддержки, как Витзема. Традиции могильных праздников процветали, особенно во время Второй мировой войны и послевоенной бедности. В 1960-е годы они приобрели новую форму и появились так называемые светские могильные праздники. В этом случае к народу обращался не пастор, а кто-то из местных деятелей культуры с хорошим голосом и речью. Например, руководитель Дома культуры, самозанятый актер или представитель новой профессии, человек, провожающий последний путь. В ноябре 2004 года на кладбище Вистейлея был открыт памятник латышским борцам за свободу, сражавшимся за независимость Латвии в 1918-1920-х годах. Витзема 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 На кладбище похоронен дед со всем своим огромным родом Калниней. Ива-то говорит, что много разниц приехало на кладбище сегодня. И рада, что, приехав на могильный праздник, можно встретить как хороших знакомых, так и давно невиданных одноклассников и родственников. Ива-то говорит, спасибо, Ивета-то, спасибо тебе. Она Ива-то, мой парень из очень молодых лет. Хорошо, очень хорошо. Я очень хорошо видела, что я уже смотрела на вас, и я думала, что ты работаешь в фейсбук. Я думала, что ты работаешь в целом, или ты работаешь в жизни? В жизни, работаешь в целом. Это моя парня Ива-то, очень хорошая работа. Конечно, мы встречаемся раз в год на кладбище. И нам хочется пообщаться и узнать, как у друг у друга дела. Я также рада встретиться и пообщаться с другими соотечественниками. Я думаю, что у тебя нет другими соотечественниками, но я не могу сказать другими соотечественниками. Это мой парни. Это Ивас-то. Это Ивас-то. Когда он сказал Ивас-то, то он сказал Ивас-то. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Кого, что вы выясняли? Нет, все было в порядке. Это было в речке, но это было в речке. Да, да. Это было очень интересно видеть, чтобы вы были святы. Да, да. Вы выиграли, что-то? Нет, я сегодня приходил в Ригу. Ага. Ах, верно, это было... И это уже не может быть, я смогу сделать то бухгалку. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Иванс поднялся, нет. Нет, нет. В истину было так. Ну, что ты тут вчера бухгалки, ну, это было бы, когда мы были в речке, когда мы потом в 2 дня не спрятались, а потом выиграли за неделю, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok